Военный эксперт. Возможный перенос поставки С-400 в Турцию. Сигнал для США. Радио. Спотник. Военный эксперт. Возможный перенос поставки С-400 в Турцию. Сигнал для США. 10.22 РИА Новости. Алексей Филиппов. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости. Алексей Филиппов С-400 могут поставить в Турцию раньше запланированного времени, заявил турецкий лидер. О чем это говорит, в эфире радио Спотник, объяснил военный политолог Андрей Кошкин. 5 апреля, 18.50 оружия, равного которому нет. Эксперт о заявлении Эрдогана по С-400 президент Турции Таип Эрдоган заявил, что поставки в страну российских ЗРК С-400 начнутся в июле. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Спотник высказал мнение, что не уступив давлению США, Эрдоган продемонстрировал реальный суверенитет своей страны. Российские зенитно-ракетные комплексы ЗРК С-400 могут быть поставлены в Турцию до июля, заявил турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган. Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в этом году. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение. В Вашингтоне не раз заявляли, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Эта работа завершена, все готово. Поставка С-400 должна состояться в июле, это можно произойти и раньше, сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Россию. Его цитирует газета «Сейба». Он отметил, что этот шаг, предпринятый для национальной безопасности Турции, не нацелен на третью страну и не дает ей права голоса в этом вопросе. Турция является абсолютно суверенным государством, и мы не будем делиться этим правом решения вопроса о покупке С-400 ред, ни с кем, добавил Эрдоган. Комментируя высказывание вице-президента США Майка Пейнса, заявившего, что покупка Турции С-400 представляет угрозу единству НАТО, Турецкий лидер напомнил о заявлении генсека НАТО Йенса Сталтенберга, согласно которому приобретение ЗРК С-400 является суверенным правом Анкары. Замечания Пейнса не являются обязательными. Генсек НАТО – это не Пейнс. Сталтенберг уже сказал последнее слово, и он сделал это несколько раз, добавил Эрдоган. Заявление Эрдогана прокомментировал в эфире радио «Спутник», военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Я глубоко убежден, что отношения, которые выстроились между Турцией и РФ, между Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным, позволяют сегодня оптимизировать многие моменты, в том числе даже сроки поставки комплексов С-400, ред. Я думаю, что при том давлении, которое на Турции оказывают США в вопросе приобретения зенитно-ракетных комплексов С-400, оптимизация этих сроков – это месседж для США, для всего мира, для НАТО о том, что Турция намерена выполнять все свои обязательства, в том числе и перед Россией, и США не являются неким критерием деятельности Турции. Турция свободна, она имеет свой вектор во внешнеполитической деятельности, и этот вектор сопряжен с РФ, с Ираном, с другими союзниками, считает Андрей Кошкин. 12 февраля, 19.17 эксперт, даже не знаю, что может заставить Турцию отказаться от С-400, США призвали Турцию не закупать российские системы ПРО. Как отметил в эфире радио «Спутник» эксперт Владимир Фитин, американцы пытались предотвратить контракт по закупке С-400 на всех стадиях российско-турецких переговоров. Продолжение следует...